На Землю падают звёзды, точнее возвращаются в спускаемом аппарате. 29-й экипажный МКС, названный в честь созвездия «Эридан», простился с невесомостью. Ещё накануне этого полёта, более полугода назад, Сергей Волков вспоминал своё первое возвращение из космоса. Люди подходят, с тобой что-то разговаривают, вопросы какие-то задают. Вот эта суматоха такая, все довольны, что всё, вот он экипаж. Посмотрел, небо голубое-голубое. Я думаю, даже не верится, что вот ещё 10 минут назад я вот там был. И этот воздух вот этот чистый, степной такой, сухой. Этого нету на станции. И вновь посадка. Самый напряжённый момент. Только в центре управления полётами можно видеть, как капсула с космонавтами входит в плотные слои атмосферы. В этот момент обрывается связь с экипажем. Вокруг спускаемого аппарата образуется плазма с температурой 2000 градусов. Раскрытие парашюта, срабатывают двигатели торможения и, наконец, штатная посадка. Лишь 15-градусный мороз северного Казахстана не позволил космонавтам по традиции насладиться земными яблоками. Мы верили в союз. Но мы все знаем, что в технике не бывает абсолюта. Сто процентов уверенности быть не должно. Я на каждом этапе посадки от отделения и до того, как раскрыли люки, на самом деле сильно переживал. И после каждого этапа в уме ставил галочку. А в самом конце наступило облегчение. Сергей Волков – первый из потомственных космонавтов. Его отец Александр Александрович Волков трижды бывал на орбите и хорошо знает трудности космических экспедиций. Сегодня отец встречает сына на посадке и вспоминает свои напутствия перед стартом. Одна из заповедей космонавтов – не обидеть другого. То есть там некому пожаловаться, некуда уйти. Вот ты в одном объеме. Орбитальный полет 29-й экспедиции на МКС длился на неделю больше. Это была историческая миссия. Астронавт Майкл Фоссом на орбите встретил и проводил последний челнок Америки. Японскому космическому врачу Сатоси Фурукаве, возможно, удалось ответить на вопрос, как лечить онкологические заболевания. Сергей Волков в этом полете успешно испытал новый цифровой союз и вернулся на Землю с результатами более 20 экспериментов. Один из которых уже известен. Мух-дрозофил сразу после посадки появилось большое потомство.